Истерика, слезы, я не полечу, я не хочу. Клавдий у меня поводил, показывал, порассказывал, значит, пока я вместе с ним следил, как ребята приземляются, потом сказал, ну, следующим рейсом поедем наверх, посмотришь, как парни взлетают, куда они взлетают. Он собирался на двушке лететь с абсолютным новичком, который ни разу не летал, который хотел просто попробовать ощущения. Мы сели в Land Rover Defender. Я не знал, что такая машина может вместить в себя 13 человек и оснащение. Ну, конечно, все оснащение мы положили наверх на багажник, а в машину набилось 13 человек. Так вот, значит, двое сидят впереди и смотрят вперед. Остальные в бардачке. Третий садится на бардачок, поворачивается спиной к тем, кто едет сзади. Сзади общее сидение было на трех человек. И еще сзади было две скамейки, на которые уместились три человека с одной стороны, три человека напротив скамейки, и один человек лежал у нас практически в ногах. Лежал? Ну да, он как-то так сел, ну, значит, не сидел. Сидел вот так вот, вытянул ноги вперед и ехал. Мы тронулись, поехали. А того парня, который должен был пролететь в первый раз вообще с инструктором, он сидел спиной к дороге. И он спрашивает, вы меня специально посадили спиной вперед, чтобы я не пугался того, что увижу, и у меня не хотите показывать. Едем так, заезжаем в деревушку, поднимаемся при этом в гору, потом асфальт заканчивается, и продолжаются виражи, но по камням так, с одной стороны скала, а с другой стороны обрыв. Я думаю, елки-палки, сейчас как-то вернемся. Ну, я-то первый раз, и ощущение вот это, что вот этот джип идет. Причем водитель, инструктор, он едет так уверенно и не сбавляет оборота. С Данилом познакомился. Это тот блогер, благодаря которому я, в общем-то, загуглил первый раз про курсы параплана, и попал на его страничку, потом там видео посмотрел. Вот я ему об этом сказал, да, здорово, круто. Ну, и в итоге мы заехали наверх. Я подхожу в склон, откуда разбегаются. Ну, как разбегаются, там 4-5 шагов нужно сделать, а потом полететь. Во-первых, вид шикарнейший, просто видны озера, три озера внизу. Долина видна, горами окружена. Вершина, вообще, в снегу даже. Температура воздуха минус 1? Ну, нет, уже не минус 1. В тумане, когда солнце свердит, попадает, конечно, там минус 1. А выше, оказывается, было теплее. Ниже 10 градусов, но, думаю, градусов 5-7. Вот, ну, и в итоге. Я подхожу к этому месту, я не понимаю, как можно с него взлетать. На что Клодорин говорит, ну, здесь небольшое пространство, конечно. Ну, этого вполне достаточно, отсюда очень хорошо взлетать, все нормально, все открыто. Ну, ладно. Думаю про себя. А самого еще так это немножко напрягает, потому что склон действительно крутой. А потом этот парень-то, который ни разу не летал, спрашивает, а был кто-нибудь, который вот прямо на этом этапе отказался? Ну, то есть он дрейфанул потихоньку, да? Нет, ну, как он дрейфанул, просто спросил, потому что... Какой-то вопрос навеян все-таки чем-то. Потому что когда это вопрос, и у меня был, когда я вот к этой части подошел, я вышел на край, и у меня возник вопрос. А бывают такие случаи, когда кто-то отказывается лететь? Значит, этот вопрос они слышат постоянно, да, от человека, который первый раз пришел? Ну, как бы, да, полагаю, что достаточно задаваемый вопрос. На что Клавдия ответил, была девушка однажды, ее молодой человек привел, она всего боялась, с закрытыми глазами взлетала. Ну, просто она как бы всего боялась, за все переживала, всегда охала, ахала. Как я? Ну, я думаю, нет, ты все-таки гораздо смелее. Человек вообще просто паниковал. Тогда зачем ей летать? Ну, он еще раз сказал, хочешь решить свою проблему? Запишись. И она ему так доверилась? Она поверила, не знаю, летал ли молодой человек. И вот действительно, когда пришло время ей взлетать, истерика, слезы, я не полечу, я не хочу. А инструктор-то как за это взялся, видя, что человек неадекватно реагирует? Ну, чтобы туда подняться с крылом перед тем, как полететь, ты отработал все на базовом поле, ты уже умеешь управлять парапланом. Это вот мне сегодня, да, и параплан, скажешь, ну, давай, я бы, конечно, отказался. Чтобы тренироваться на взлетном поле, нужен специальный механизм, типа лебедки, который работает с разной скоростью. Поле где-то длиной 300 метров. Ты уходишь с крылом туда, пристегивают тебя к этой лебедке. Лебедка начинает тащить. Ты должен сделать, разбежаться, делать соответствующее движение. Ты должен поднять крыло в воздух. Первые упражнения на земле, потом на небольшой высоте, 2-4 метра, потом средняя высота, 10-20 метров. Ну, а потом уже высокий полет, но он без этой штуки. Когда вот средний полет, то есть 10-20 метров, тебя отстегивают, тебя разогнали, подняли на определенную высоту. Возлетать нужно против ветра. Но так как ты на взлетном поле и ветра там может не быть, то, соответственно, движение воздуха создается не тем, что воздух дует в крыло, а тебя оттянут, и как будто бы ты движешься напротив воздуха. Сбрасывают человека, летящего в воздухе, на произвол судьбы? Нет, отстегивают человека, и тот пробует, значит, лететь, управлять. После того, как мы заехали наверх, когда все уже улетели, Клаудио сказал, ну что, говорит, раз ты сегодня новичок, ты первый, то на джипе вниз поедешь ты. И как ты справился? Не мог сказать человек, но у меня сперва так. Сам джип не вселяет особой уверенности. Ты ехал там 20 км в час? Ну, примерно так, да. Ну, там, понимаешь, там ямы, там камни, и дорога вот в одну машину. А если бы к тебе навстречу кто-то ехал, то? Вот такое бывало. Некоторые места, конечно, есть пошире. И когда мы поднимались в количестве 13 человек, мы на одном узком месте встретились со встречной машиной. И? Сдавали назад. Капец, вот так вот еще. Пропускали встречку. Нет, ладно вперед ехать на узкой дороге, но назад. Ну, чуть-чуть, взяли назад. Ну, это опасно. Я вообще назад не знаю, как ехать. На узком можно промазать. Ну, я, короче, поехал в лес. Один был в машине. Все улетели. Сначала, конечно, так немножко было стремновато, потому что руль крутится по большому радиусу. Чтобы повернуть резко, там надо несколько оборотов взять. Ну, как у автобуса и у грузовой машины. Ты ел хоть что-нибудь? Я, как добрался, значит, до базового лагеря. Поел. Там есть кухня? Нет, там есть женщина, которая готовит. Она привезла, значит, еду. Я просто не стал там есть, потому что у меня были свои утерброды. Тем более, там было что-то мясное какое-то, я не знал. Но у меня были свои утерброды, сделанные с любовью из дома. Интересно. Ну, потом, значит, Клауди меня зацепил на симулятор. Показал мне, где что и как. Объяснил, как нужно делать, когда взлетаешь, когда приземляешься, кое-какие движения. Ну, так, чтобы отработать общую динамику. Ну, и на этом мы попрощались. Ставьте лайк, ребята. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Встретимся в новом видео. Пока. В следующем выпуске мы отправимся в школу по парапланингу всей семьей. Рассмотрим упражнения для новичков и заглянем в городок Поджебустоне у подножия Монте Розато. Нажимай на колокольчик, чтобы быть в курсе новых выпусков. Желаю тебе успехов в твоих начинаниях и хорошего дня. Пока. 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 Пока.